О личном в прямом эфире глава региона Александр Цибольский побывал в гостях у ведущих дневного шоу на радио Север-ФМ и рассказал о семейных традициях и подготовке к новогодним праздникам. Финансовые нарушения на общую сумму 600 миллионов рублей выявил в текущем году контрольно-ревизионный комитет Ненецкого округа. Большинство финансовых нарушений связаны с деятельностью Ненецкой окружной больницы. Названы имена победителей конкурса ветеранских объединений «Социальная звезда». Он проводится в Ненецком округе уже во второй раз и призван повысить качество социальной и материальной поддержки ветеранов. Они дарят частицу своей души в жидком виде, сдают кровь ради спасения чужой жизни. О донорах расскажем в материале выпуска. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте! Каким был уходящий 2018 год? Какое новогоднее блюдо любимое? И какой новогодний костюм надел бы, будучи сейчас ребенком? На эти и другие интересные вопросы в прямом эфире радио «Север-ФМ» ответил глава региона Александр Цибульский. Уходящий 2018 год, признаются в начале радиоэфира, губернатор Ненецкого округа был самым ярким и насыщенным в жизни. Такого, отмечает Александр Витальевич, он не припомнит в своей сознательной жизни. Это было что-то удивительное с точки зрения того, что я освоился в округе, мне здесь успело понравиться. Я познакомился с огромным количеством интересных людей. Я посетил места, которых раньше даже не подозревал. И мне даже подарили оленя. У вас есть персональный олень? Ну, да. А как его назвали? Вы его придумали, да, ему имя? Его зовут Олень. Олень Александру Цибульскому подарил глава общины Ямпто. Впрочем, забирать животное в город глава региона не стал. Олень остался по месту своего постоянного жительства. Но за его судьбой владелец следит. Говорит, что уход ведется хороший. И в следующем году Александр Цибульский непременно навестит своего подопечного. А пока подготовка к Новому году. Этот праздник однозначно семейный, отмечает глава региона. Он традиционно встречает его с семьей, даже находясь в разных городах, благодаря современным технологиям. Сегодня вообще одно удовольствие встречать Новый год врозь и оставаться вместе. Сегодня есть разные программы, позволяющие включить видеосвязь и все равно оставаться вместе. Поэтому никаких таких особых традиций нет. Это всегда такой семейный, теплый праздник. Не всегда удается, повторюсь, его справлять вместе, но мы всегда остаемся на связи. Еще одна новогодняя традиция – загадывать желание под бой курантов. Да не просто загадывать, а сжигать бумажку с ним и опускать пепел в бокал с шампанским. И желание, говорит Александр Витальевич, обязательно сбудется. Отмечает, проверил на себе и не раз. Кроме шампанского, на новогоднем столе у главы региона обязательно салат Оливье и торт Наполеон. Каждый год с детства у меня собирались родители с друзьями и кто-то обязательно готовил торт Наполеон. Я даже знаю всех друзей и родителей, я знаю, кто из матерей моих друзей, кто собирались вместе, у кого из мам, какой торт Наполеон, чей мне нравился больше в детстве, чей меньше. Не знаю, почему-то у меня Новый год ассоциируется с этим десертом. Дальше Блиц – опрос от ведущих. Отвечать на вопросы нужно быстро и не раздумывая. С чем у вас ассоциируется Новый год? Мандарины, шампанское, домашний уют. Вы уже нарядили елку? Еще нет. Какого персонажа для новогодней елки вы бы выбрали, будь вам пять лет? Спайдер-ман. Помните наизусть детский новогодний стишок? О, боюсь, что какие-то совсем банальные. Ну, давайте. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Также Александр Цибульский признался, что ему больше нравятся подарки дарить, нежели получать. Любимый новогодний фильм главы региона «Ирония судьбы», а песня «Новый год к нам» чится в исполнении группы «Дискотека-авария». Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Контрольно-ревизионный комитет НАУ в текущем году выявил финансовые нарушения на общую сумму 600 миллионов рублей из проверенных 1 миллиарда 700 миллионов. Об этом на расширенном совещании при главе региона сообщила заместитель губернатора округа Евгения Калашник. По словам вице-губернатора, основные финансовые нарушения связаны с деятельностью Ненецкой окружной больницы. Из 913 миллионов проверенных сумм 430 нарушений. По результатам 37 контрольных мероприятий деятельности комитета вынесено 26 документов по недопущению нарушений в преди. Эти предписания и представления, которые выданы, потом, в конце концов, на мой взгляд, недостаточно должным образом осуществляется в предприятии по рекустранению. Евгения Калашник также доложила об исполнении поручения, которое глава региона дал на прошлом расширенном совещании. Проект межведомственной рабочей группы, который будет создан по результатам мероприятий контроля, разработан и сейчас находится на согласовании, также направлено согласование и проверку правовой вопросам и заинтересованным лицам. В свою очередь, глава региона предложил сделать работу межведомственной рабочей группы максимально открытой. Мы после направления результата проверки ГРБС, кто является основным исполнителем, где-то в течение месяца или через месяц после направления, надо собираться и публично вместе с коллегами на комиссии на этой МРГ, которую я готов возглавить лично, заслушивать результаты принятых мер и объяснения по выявленным соответствующим нарушениям, которые туда можно пригласить и на эту МРГ и коллег из правоохранительных органов. То есть я предлагаю делать эту работу максимально открытой и прозрачной. 48 семей поселка Искатели в начале 2019 года отпразднуют новоселье. В поселке введены в эксплуатацию два дома по улице Поморская. Они построены по договору долевого участия Ненецкого округа. Жилые пятиэтажные дома возведены из монолитных железобетонных плит, произведенных окружным заводом Заполярье. Застройщиком объекта выступил полюс Жилстрой. После окончания всех необходимых процедур поселковая администрация начнет распределять жилые помещения. Как сообщил Александр Лидер, плановый срок распределения – конец января. По информации администрации поселка Искатели, квартиры будут распределять между жителями расселяемых домов по улице Тиманская под номерами 6, 8, 10, 11, 12, 13, 21 и 24. Улица Ордалина – 4, 6, А, переулок Строительный – 1, улица Озерная – 16 и переулок Геофизиков – 1. В Наридмаре подвели итоги деятельности окружной территориальной подсистемы, единая государственная система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2018 году, а также определили приоритетные направления деятельности на 2019 год. Как отметил первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Ненецкому округу Владимир Антонов, задачи, стоявшие перед ведомством в уходящем году, в целом выполнены. Удалось не допустить роста количества чрезвычайных ситуаций и снизить количество происшествий на водных объектах, а также число погибших и травмированных на пожарах. В то же время, несмотря на проведенную профилактическую работу, остается рост количества пожаров, а также погибших на водных объектах. В 2018 году на территории Угру произошла одна техногенная чрезвычайная ситуация локального характера в 40 километрах от аэропорта поселка Харьеринский, связанная с жесткой посадкой вертолетами 26 авиакомпании «ГТР». В результате происшествия, к сожалению, один человек погиб, пять пострадал. Учитывая, что в декабре прошлого года аналогичная авиационная катастрофа произошла на территории города Наринмара, хотел бы отметить, что в риске чрез данного вида на территории Нейского автономного округа продолжает оставаться наиболее высоким. Как отметил в своем докладе Владимир Антонов, весеннее половодие 2018 года в сравнении с 2017 годом прошло спокойно. Уровни воды не достигли неблагоприятных и опасных отметок. Подтопление территорий, жилых домов, социально значимых объектов не произошло. В течение года пожарно-спасательные подразделения приняли участие в ликвидации последствий 23 ДТП, в которых три человека погибло, 20 пострадало. Всего в 2018 году аварийно-спасательные и пожарно-спасательные подразделения реагировали на происшествия 723 раза. Отмечая в целом положительную динамику по основным показателям, первый заместитель начальника главного управления МЧС России ПАНАУ отметил, что достичь указанных результатов удалось в том числе благодаря тесному взаимодействию в рамках РСЧС всех участников системы на региональном, муниципальном и объектовом уровнях. В Наринмаре названы имена победителей конкурса ветеранских объединений «Социальная звезда». Он проводится в Ненецком округе уже во второй раз и призван повысить качество социальной и материальной поддержки ветеранов. Кроме того, в рамках конкурса были выявлены самые активные представители ветеранских советов. Над церемонией награждения побывала и наша съемочная группа. Подробности в следующем материале. В актовом зале мэрии практически ни одного свободного места. Здесь чествуют победители конкурса ветеранских организаций «Социальная звезда». Среди участников 14 общественных объединений. Причем многие зарегистрированы в сельских поселениях. Это Тельвиско, Лабышская, Харута, Красная. Члены нашей организации занимаются и в спорте, и в художественной самодеятельности, театр кукольный, тоже там ветераны наши участвуют, в школу участвуют. Во всех мероприятиях мы участвуем. Я впервые на этом мероприятии, конечно, такое волнующееся. Много очень гостей, очень приятно. «Социальная звезда» – это не только поощрение активных ветеранских объединений. Здесь у людей высокого возраста появляется уникальная возможность пообщаться с единомышленниками, подвести итоги работы в уходящем году и наметить планы на год грядущий. Мы, наверное, подводим к сегодняшним мероприятиям «Социальная звезда» итоги работы ветеранских организаций за целый год. Это мероприятие, на которое облетает силу, размах, интерес у всех ветеранских организаций. Потому что, если говорить прямо, мы объединяем ветеранов, начиная от 60 лет и до окончания их жизненного пути. Мы, наверное, единственная организация, которая в этом направлении следует, развивается и наращивает большой опыт. И мы сегодня видим, как интересно выступают уже все коллективы, как они отвечают на те успехи или на то поощрение, которое сегодня им вручается, все эти награды. Что касается номинаций, то их в списке 10. Есть, например, за сохранение памяти о малой родине, за связь поколений или вот за эффективную социальную поддержку ветеранов. В Совет ветеранов Харуты, например, взяли номинацию за преданность делу ветеранского движения. «Социальная звезда» проводится уже во второй раз. Идея принадлежит Татьяне Орловой. В организации конкурса помогли недра пользователей. Главные партнеры проекта – компания «Башнефтьполюс» входит в группу «Роснефть». Эту идею инициативу высказала Татьяна Никандровна Орлова. Ей принадлежит инициатива. Нам она понравилась, мы ее решили поддержать. И, понятное дело, что ветеранские организации, они работают всегда активно. Но такой момент соревнования, да, он, конечно, является таким дополнительным стиплом, таким дополнительным моментом, который сподвигает ветеранов быть более активными, проявить себя. И поэтому нам эта история, эта идея, она близка. Всего же в окружной ветеранской организации на сегодняшний день состоит 72 клуба из разных уголков Заполярья. Общественники организуют творческие, спортивные, досуговые и развлекательные мероприятия. Организаторы уверены, в следующем году количество участников «Социальной звезды» непременно возрастет. Ведь этот конкурс уже стал доброй традицией для тех, кто даже на пенсии придерживается активной жизненной позиции. Инна Бердникова, Алина Волучейская, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Наш следующий материал о тех, кто спасает человеческие жизни. В Ненецком округе сегодня насчитывается 360 доноров. Именно эти люди отдают практически самое ценное, что у них есть – кровь. Давление 120 на 70. Игорь Лаптандер сегодня впервые пришел на сдачу крови. Но прежде чем стать донором, ему предстоит обширная проверка. Ведь человек должен быть абсолютно здоровым, чтобы временная потеря крови, именно так называется процедура сдачи, не привела к негативным последствиям. Я сам решил, уже давненько хотел стать донором, только сейчас появилась возможность, пришел, во-первых, людям помочь, ну и как бы за своим здоровьем тоже следить. Каждый раз, когда сдаешь проверки, свое здоровье. И если Игорь Лаптандер – начинающий донор, то для Валерия Булатова это уже 32-я сдача крови. До момента получения статуса почетного донора ему осталось всего 8 процедур. Мужчина признается сдавать кровь, решил не только, чтобы спасать чью-то жизнь, но и для того, чтобы поправить собственное здоровье. Стало давление расти, и посоветовали сдавать кровь. И вот с этого момента сдаю. Давление стабилизировалось, стало 120 на 80. Вот с возрастом, ну сейчас бывает 130 до 90, но не больше. Сегодня среди доноров и тех, кто в экстренном порядке прибыл на станцию переливания крови. Среди них Светлана Машковская. Моя девушка является сотрудником Нинецкой окружной больницы и не понаслышке знает о необходимости донорской крови. Вот на сегодняшнюю сдачу крови буквально меня пригласили вечерним звонком, что конкретный пациент нуждается именно в моей группе крови. И соответственно он находится в стационаре нашего отделения после операции. И непосредственно нужна помощь. И я как бы прибыла к 8 часам, мне было назначено я прибыла сдать кровь. За каждую процедуру донор единовременно получает 2 дня отгула на работе и денежную компенсацию. Впрочем, такие вознаграждения никак не сравнятся с чувством того, что ты можешь спасти чью-то жизнь. Они дарят свою частицу души, частицу тела в жидком виде крови, сдают ради спасения чужой жизни. И они взамен ничего не требуют наши доноры. Сдают и молча уходят. Это считается как молчаливый героизм. Я очень бы хотел в следующий год приглашать доноров редкими группами крови. То есть четвертая группа крови. Отрицательным резус-фактором доноров не хватает. Мало. Если первой группой более-менее у нас нормально, количество доноров, но и население больше первой группой. На сегодняшний день в Ненисском округе насчитывается порядка 360 доноров. Но это по-прежнему недостаточно. Сотрудники отделения переливания крови призывают местных жителей пополнять ряды доноров. Кто знает, быть может, именно ваша кровь спасет чью-то жизнь. Любовь Пермякова, Владимир Рожин, Александр Дуркин, Телеканал Север. Окружные парламентарии поздравили детей Ненисской специальной школы-интерната с наступающим Новым годом. Депутаты фракции «Единая Россия» Александр Лутовинов, Максим Арбузов, Наталья Кордакова и Александр Чурсанов приняли участие в новогоднем представлении для детей первых-четвертых классов. вручили сладкие призы и подарки. Сегодня в гости на праздник воспитанникам коррекционной школы пришел не только Дедушка Мороз со своей свитой. Вместе с ребятишками участниками представления стали депутаты окружного собрания. Кульминация праздника Дед Мороз с помощью собравшихся зажигает огни на елке. Это время загадывать желания. Педагоги и учащиеся мечтают о новом здании школы с большим просторным актовым залом. В завершении детского праздника парламентарии вручили детям сладкие подарки и памятные сувениры от регионального отделения партии «Единая Россия». В настоящее время в школе трудится коллектив из 34 педагогов. По специальной программе обучаются более 100 особенных детей Ненецкого округа. Очень приятно осознавать и видеть, что педагоги и коллекционные школы делают все для того, чтобы детям здесь было комфортно, чтобы им создавались необходимые условия для проживания, а самое главное, чтобы создавалось настроение новогоднее, предпраздничное, и они с этим успешно справляются. По согласованию между окружным департаментом образования, культуры и спорта и собранием депутатов Ненецкого округа, 26 декабря дети коррекционной школы отправятся на новогоднее представление, которое пройдет во Дворце культуры Арктика. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска погоды – медицинский центр «Решма».